Точно так же, как на любого гражданина, и в отношении его, как и в отношении всего кабинета министров, возбуждается уголовное дело в обычном порядке, если, скажем так, президент и генеральная прокуратура, которую представляю собой я, сочтет для этого основания достаточными. Я думаю, здесь никаких обращений к общественности, а строгое следование закону, и если есть необходимость возбуждать уголовное дело, то возбудить, это же не означает ни расстрел, ни ничего, это возбуждение уголовного дела для твердого и четкого выяснения всех обстоятельств октября 1993 года в том числе. А то, что эти люди будут отставлены и не будут уже, естественно, в кабинете министров, то это само собой разумеется, поэтому это будет шаг в отношении частных граждан и шаг выяснительный в отношении их поступков в октябре 1993 года, тех поступков, в которых мы сейчас не можем разобраться, по причине высоты их власт на положение. Поэтому я бы действовал, как полагается действовать генеральному прокурору. Вы согласились с этим указом? Да. Согласились? Да. Как генеральный прокурор? Спасибо. То есть вопрос исчерпан. Участникам предложено два варианта решения в столь щекотливой и необычной ситуации. Я попрошу зал, подумав, еще раз определиться в своих симпатиях. Возможно, последуют вопросы оппозиции. Возможно, возмутится пресс. Возможно, возмутится мировая общественная. Я не знаю, что последует. А может быть, ничего. Такие грамотные решения приняли, что все в точку и, так сказать, достигнут тех целей, которые хотели. Но перед тем, как это... Мы подождем. Перед тем, как это произойдет, сейчас есть возможность пообщаться с народом. Вероятно, у народа есть вопрос. Просьба к залу задавать вопросы. Короткие. Желательно к обоим участникам. И умные. Предположим, вы являетесь президентом России. И вот президент Соединенных Штатов Америки обращается к вам с предложением продать Америке Дальний Восток и часть Сибири. За это он вам предлагает большую сумму, предположим, 5 или 10 триллионов долларов, что поможет России выбраться из тяжелого экономического положения. Членство у НАТО, режим наибольшего благоприятствования в экономике и другие хорошие вещи. В случае отказа он обещает вам вернуться к политике конфронтации в экономике, в политике, в отношениях между Россией и США. Каковы будут ваши действия как лидера России? Так, вопрос, как я принимаю к обоим участникам. К обоим участникам. Пожалуйста, Александр Леонидович. Ну, я не могу вам сейчас сказать те слова, которые я бы ответил и которые бы я сказал президенту Америки, потому что... Будучи президентом России? Да, совершенно верно, потому что я вижу в зале дар. И как частное лицо, товарищ Низуров, президент? Я... Пожалуйста, Михаил Никибр. Я рубль-то никому не отдам, если бы я Сибирь отдал. Это во-первых. Что же вы такие жадные, а? Во-первых. Первый указ ваш, если вы станете президентом, будет запрещать. То есть вы запрещаете политические партии, которые вам, допустим, не нравятся. Ну, по-моему, эти люди не меньше потрет, чем вы сам. Потрет своей страны. Возникает такое ощущение, что вы их просто боитесь. Что вы на их фоне себя не проявите. Это так действительно. Ой, милостивые государства. Сколько вам лет? До ста... 21. Это чувствуется. Вопросе. Полный совершеннолетие, даже водку можно пить. Хорошо, нет. Но я думал, что, к сожалению... Даже депутатом Государственной Думы можно стать. Те политические течения, которые я назвал и обозначил, они сыграли настолько трагическую роль в истории государства российского за последние 3-4 года. И именно эти партии, эти общественные организации были той силой, которая лишила меня в 91-м году Родины. Михаил Николаевич, как вы считаете, вы были среди этих людей или относите себя к тем людям, которые лишили товарища Невзорова Родины? Ну, этот, кстати, вопрос, он кажется только так поверхностом, на первый взгляд. На самом деле, очень серьезный вопрос, который позволяет нам по водоразделу пройти между тем, что кто провозглашает и что кто делает. Значит, вот за то время власти демократов много неудач, успехов в экономике и так далее. Но это нужно признать. Но, тем не менее, не было еще ни одного серьезного шага по разгону, по запрету, по лишению Родины и так далее. Как раз вот та сегодняшняя власть, и которую, кстати, представляет Александр Глебович Невзоров, он же тоже представитель власти, хоть законодательной, не хоть, а даже законодательной власти. Та власть, которая пытается держать нашу страну в рамках демократии. Хорошо, но вы на вопрос-то не ответили. Относите себя к тем людям, которые лишили, как утверждает Александр Глебович, Родину в 91-м году. Он сам знает, что я не отношусь к тем людям. Спасибо. Вот вы постоянно говорите, что вы обратитесь к общественности в любой ситуации. Вы действительно настолько верите в общественность? Это действительно происходит, действительно лишают людей страны, творят что угодно, и тем не менее общественность молчит. В крайнем случае, мажется разноцветным флаком на разных случаях. Вы так верите в общественность? Я так понимаю, что Михаил Николаевич верит и в вас. Во-первых, я всегда верил в общественность, как говорится, с первых дней своей работы в журналистике. Если ты не веришь в общественность, тогда не надо идти в журналистику, потому что ты всегда апеллируешь к общественному мнению через газету, через телеэфир, телеэкран. Это во-первых. Во-вторых, слава богу, что у нас сегодня все-таки общественное мнение что-то стало значить. И значит, прежде всего, через те институты демократические, которые мы ввели, это через прямые выборы президента, через выборы парламента и так далее. И эти выборы показали, что значит сегодня общественность. Мы, скажем, та или иная партия рассчитывать на одно, а получается совершенно иное. Вот что такое сила общественного. Вы хотели адресовать Александру Глебовичу эту вопрос? Нет, но здесь, к сожалению, я очень не хотел бы как-то, так сказать, контрастировать с уважаемым мною человеком Михаилом Никитировичем, но я вообще не понимаю такого слова. Общественное. Я цену этой общественности увидел 4 октября 1993 года, которая на Арбате доллары меняла и мороженое жрала, когда убивали людей, вне зависимости от того, какие это были люди, красно-коричневые, не красно-коричневые. Видел я эту общественность, знаю, чего она стоит. Нет для меня такого понятия. Значит, я оказался прав, реакция есть. То есть ваше решение, они, так сказать, не пропали в безвестности. Реакция на решение господина Полторанина. Пресса указывает, что господин Полторанин в октябре 1993 года состоял в правительстве и своим решением защищает свои политические и личные интересы. В 1993 году не надо было придерживаться Конституции, а в 1996 как бы надо. Обращение к народу расценивается как превышение компетенции ген-кокурора и начало политической деятельности. Сейчас идет не о смещении правительства, потому что смещение правительства или подбор правительства – это прямая обязанность президента по Конституции. Здесь речь идет в вопросе об аресте. А у нас, слава богу, есть разделение властей по новой Конституции. Есть глава государства, есть президент, есть исполнительная власть, есть законодательная власть и есть студентная. И вот каждая власть по своей вертикали работает. И вот в данном случае глава государства не имел права сделать ни одного шага. Все это шаги третьей власти, судебной власти, то есть правоохранительных органов и суда. Реакция на решение товарища Невзорова. Пресса обвиняет ген-кокурора, что он служит начальнику президенту, а не закону, как это должен делать прокурор. Юристы отмечают, что в указе нарушен целый ряд законов, в том числе смещение ряда лиц невозможно без согласия Думы. Процедура вне закона означает невозможность судебных отношений между старым и новым президентом. Как это, вот что это, подождите, у вас кто юристом работает? Кто у вас с юристом работает? Александр Ильич, я понимаю, вы профессионал. Нет, я говорю, вот там есть свободный ларех, этот самый, там пусть он идет торговать этой вот пепсиколой, потому что что значит, юристы отмечают, что в указе нарушен целый ряд законов, смещение ряда лиц невозможно без согласия с Думой. Это что, президентский аппарат должен быть смещен в согласии Думы? Или кто? Чепуха. Ваши реакции может быть разные. Да чепуха. Естественно, я отметил, потому что вы как журналист требуете разбора с персоналем. Давайте будем говорить по поводу... Нет, конкретно, совершенно верно. Вы назвали это чепухой. Вы написали, что смещение ряда лиц невозможно без согласия с Думой. Те, кто назначается президентом, президентом и смещаются. И Дума здесь вообще ни при чем. Пусть Конституцию почитает в свободное от торговли пепсиколой время. Решение господина Полтора не найдет. Я прошу вас, людей известных, людей, являющихся политическими противниками, задать друг другу по одному вопросу. Готов задать такой самоубийственный вопрос, Михаил Никитич. Как вы относитесь к моим дружеским и более того, таким сильно дружеским и почтительным отношениям с человеком, которого злобно, жестоко клинит советская пресса, российская пресса, когда-то подвластная. Вам и до сих пор подвластная, потому что не надо мне петь песни про то, чтобы вы утратили свое влияние. Я имею в виду Александра Петровича Баркашова. Я считаю, что и полагаю, каждый вправе дружить с тем, с кем он считает нужным. Я считаю, что верность дружбе это самое главное качество мужчины. Он с ним дружит, слава Богу, пусть дружит. Кому какая разница? Спасибо. Михаил Никитич, ваш вопрос. Вот, скажем, ну занимаемся мы сегодня и журналистикой, и политикой. В общем-то и между политикой и журналистикой и такая большая, настоящая журналистика, большая разница. Вот как вы оцениваете состояние сегодняшней журналистики в России? Для меня, я живу, например, в гостинице «Россия», как депутат Государственной Думы, потому что это все там байки, сказки про какие-то квартиры, никаких квартир нет. И первый этаж, частично второй этаж, до сих пор, скажем так, кишит проститутка. Это к вопросу о российской праве. И за очень редкими и редчайшими исключениями, с моей точки зрения, каждая проститутка – это ангел чистоты и нравственности по сравнению с представителями журналистского корпуса. Я попрошу зал оценить или высказать свою симпатию в очередной раз после этого интересного разговора. Осталось не только одно пожелание, а то, что согласие, о котором вы говорили, и та страна великая, о которой вы чуть-чуть скажете своей страны, чтобы это было действительно реальным делом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok